Субтитры делал DimaTorzok V-Mark Геймплей еле дотягивает до отметки удовлетворительно. Основная проблема — абсолютно нулевой искусственный интеллект, благодаря которому игра превращается в тупой отстрел врагов. Space Empires V Графически игра выполнена добротно. Всё выглядит очень мило и привлекательно, но что касается интерфейса, то тут вопросов возникает очень много. Armored Assault Здесь есть за что поругать звуковое оформление. Команды озвучены некачественно, а музыка стала более приятной и мелодичной. Привет всем заядлым геймерам. Меня зовут Ротор, Борик Ротор. Это программа ФАК, в которой мы рассматриваем 4 новые игры и отвечаем на ваши вопросы как геймер-геймеру. Первая игра предлагает нам пуститься в увлекательное и опасное космическое странствие в лучших традициях Masters of Orient. В Sword of the Stars удачно сочетается пошаговый режим, планирование и динамичные бои в реальном времени. Игроку доступны 4 в корне различающиеся игровые расы. Смотрим! Так как глобальные космические стратегии встречаются сегодня редко, давайте не будем привередничать. Выход Sword of the Stars — огромное счастье для всех нас. Про сценарную, так сказать, заявку как-то даже неловко говорить, потому как не в ней тут дело. Sword of the Stars посвящена командованию космическими армадами и завоеванию ни много ни мало вселенной. Правила местной игры фактически выжимка из предыдущих классических игр жанра. Так что любой знаток глобальных космических стратегий почувствует себя тут как дома. Чтобы мы с вами могли сосредоточиться на самом интересном, планеты на манер Master of Orion не обременительно управляются пузунками. Вы просто выставляете слайдеры как сочтете нужным, рекомендуя аборигенам, скажем, тратить больше денег на кораблестроение и меньше на развитие инфраструктуры. Коррупция и дураки в механике не отражены, так что приказ будет выполнен один в один, как заказывали. Игра поступила в продажу 22 августа 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативный и 128 ГБ видеопамяти, а также 1 ГБ на жестком диске. Интуитивность и стремление не перегружать императора лишними подробностями — это вообще философия Sword of Vistars. Однажды освоившись со здешним интерфейсом, вам уже не нужно будет помнить, что и как тут делается. Так что можно будет сосредоточиться на принятии судьбоносных решений. Вообще, сделать глобальную космическую стратегию интуитивно понятной — это, если кто не знает, выдающееся геймдизайнерское достижение. Sword of Vistars дозволено придумывать корабли новых конфигураций, наперёд сдавать расписание их производства, формировать флот, а потом легко перемещать его по эффектной 3D-карте звёздного неба. В итоге геймплей выходит не то чтобы очень глубокий, но эффектный, как новогоднее поздравление президента. Наша оценка — 4 балла. Разбирать местную графику или звук не имеет никакого смысла. Они, как и положено, просто выполняют свои функции, не пытаясь поразить нас в самое сердце. По 4 балла на брата. С Sword of Vistars, конечно, есть за что поругать, но делать это как-то не хочется. Глобальные космические стратегии, некогда бывшие в почёте, сегодня пора заносить в красную книгу. Керберс Продакшн выступили без откровений, но очень проникновенно. Если вы, как и мы, тоскуете по большим и серьёзным играм, не приходите, что называется, мимо. Наша общая оценка игры — 4 балла. В принципе, игра производит хорошее впечатление. Есть много приятных и удобных фишек. Но практически к каждой из них можно придраться. Обязательно чего-то не хватает и что-то не так. Короче, до идеала игра точно не дотягивает. Даже древняя ПАКС Империя была намного увлекательнее. А для тех, кто с нами не согласен и хочет разобраться во всех тонкостях игры, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Подскажите, как происходят бои в этой игре? Отвечаем. Бой практически полностью автоматизирован. Можно управлять кораблями, перемещать их, отдавать приказы, стрелять. Также они могут кое-как выполнить простенькие команды, типа прекратить огонь или приблизиться на расстояние выстрела. Самый простой вариант — тупо выстроить корабли в линию и лететь на врага. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, как там работает конструктор кораблей? Отвечаем. Ничего особенного. Корабли собираются из трех частей. Если есть, на части намазываются какие-нибудь бонусы, типа бронированного покрытия для корпуса. Сам выбор частей довольно хилый. Обычно просто берешь, доставишь самые новые, крутые. Несколько разветвлений там есть, но тоже все понятно, что надо строить самый крутой корабль для поражения кораблей. Самый крутой корабль для атаки планет. Самый лучший танкер. Думать, какие запчасти вставлять, не надо совсем. Конструкцион проект имищейтинг. Вообще уже стоит, наверное, взять за правило. Если некие неизвестные разработчики делают экшен и пишут о своем проекте нечто вроде высокотехнологичный, реиграбельный, с графикой следующего поколения и захватывающим мультиплеером, то игру смело можно списывать в утиль. Прямо так, сходу, не разбираясь, где здесь правые, а где виноватые. Типичное доказательство этого утверждения – игра The Mark, о которой мы вам сейчас и расскажем. Шутер от первого лица The Mark – это детище малоизвестной команды T7 Games. В продаже игра появилась 24 ноября 2006 года. Локализованная версия от Акелы вышла месяц спустя и получила название The Mark – неотвратимая угроза. Сюжет шутера довольно типичен для нашего времени. В руки экстремистской организации попадает ракета, оснащенная ядерной боеголовкой. Мишенью международных террористов становится Лондон. Однако дальность полета ракеты слишком мала. Чтобы предпринять атаку с континента, преступники находят сообщника, который предоставляет им судно, способное доставить смертельный груз к британскому побережью. Он также берет на себя труд устранить лишних свидетелей. Играем мы по традиции за добропорядочных американских вояк, которым предстоит спасти Лондон от ядерного взрыва. От вашего компьютера The Mark потребует процессор с частотой 1,8 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 2,5 ГБ. Геймплей еле дотягивает до отметки удовлетворительно. Основная проблема — абсолютно нулевой искусственный интеллект, благодаря которому игра превращается в тупой отстрел врагов. Незадачливые террористы здесь не могут попасть в цель с нескольких метров. Регулярно застревают в дверных проемах и даже в стенах. Последняя претензия относится уже к движку. Тройка за геймплей. Пресловутым Next Genом здесь, кстати, тоже не пахнет. Графика очень посредственна. Да и интерактивность вместе с приличной физикой куда-то потерялась. Уровни выглядят так, как будто это игра трехлетней давности, а о врагах и говорить не хочется. Такое ощущение, что все они вылезли из одного инкубатора. Тройка за внешний вид. Возможно, единственное, что хоть как-то соответствует современному уровню игры — это звук. Локализованная версия Такелы переведена довольно внятно. Каждое оружие, а их в игре целых 15 видов, имеет свой собственный голос. Одним словом, 4 балла получает V-Mark за звук. Но самое главное, да, пожалуй, и единственное достоинство игры — это ее неприхотливость к железу. V-Mark хорошо подойдет даже на самой слабой системе. Но поверьте, лучше все-таки модернизировать свой компьютер. Испорченное настроение дороже любых денег. 3 балла получает игра V-Mark. Все, как я и говорил, ни одно обещание разработчиков не выполнено. С другой стороны, появление таких вот проходных, однодневных проектов, как V-Mark, как ни странно, свидетельствует об общем развитии индустрии компьютерных игр. Ладно, хватит теории, переходим к практике. Ваши вопросы — наши ответы. Вопрос. Никак не могу понять, в чем разница между героями и в каких случаях нужно их использовать. Отвечаем. Патриотичный капитан Стивен Флетчер в основном выступает в роли живого щита. Пули его берут очень неохотно, так что его можно смело бросать в самую гущу боя. Выкарабкается и без нашей помощи. Его напарнику, циничному наемнику Остину Хоуку, глубоко наплевать на жителей Лондона. Ведь на дело он пошел исключительно ради денег. В бою его лучше использовать скрытно и действовать из-под тяжка. Вопрос. Помогите пройти уровень с вертолетом. Ну как его сбить? Ответ. Отправляйте вперед Флетчера. Далее нужно постараться, чтобы Хоук под прикрытием пострелил террориста с базукой раньше, чем тот выстрелит из нее. Подберите оружие и сбейте вертолет. Смотрите во второй части программы. Armored Assault. Здесь есть за что поругать звуковое оформление. Команды озвучены некачественно, а музыка стала более приятной и мелодичной. Space Empires 5. Графически игра выполнена добротно. Все выглядит очень мило и привлекательно. Но что касается интерфейса, то тут вопросов возникает очень много. Смотрите во второй части программы. Space Empires 5. Графически игра выполнена добротно. Все выглядит очень мило и привлекательно. Но что касается интерфейса, то тут вопросов возникает очень много. Armored Assault. Здесь есть за что поругать звуковое оформление. Команды озвучены некачественно, а музыка стала более приятной и мелодичной. С восторгом объявляю вам о появлении в России новой игры в жанре MMORPG RF Online. В живой и постоянно развивающийся мир RF Online уже погрузилось более 10 миллионов человек по всему миру. Это одна из самых ожидаемых игр MMORPG в нашей стране. Впервые у онлайн игры в России такая поддержка, перспективы развития и сервис. И при этом игра и игровой контент совершенно бесплатны. Встретимся на полях сражений в игре RF Online. RF Online — революционный проект, где использован ряд уникальных элементов геймплея. Игра очень популярна во всем мире и уже объединила миллионы участников. Мир RF Online — это целая галактика, где за господство сражаются три могущественных расы. От исхода этой битвы зависит, какая из цивилизаций закрепит в собой власть над планетой Новус, которая является стратегически важным районом подобычи ценнейшей руды. В игре существует четыре базовых класса. Каждый класс делится на специальности, а всего их более 60, которые игрок выбирает по достижению определенного опыта. Каждый класс и каждая специальность имеют множество различных умений, которые игрок волен использовать по своему усмотрению и которые разительно меняют тактику игры. RF Online обладает, пожалуй, самой продуманной и интересной системой PvP. Из всех современных массовых онлайн-РПГ. Благодаря ей игра будет интересна на любом уровне персонажа. Битвы за шахты и ресурсы, разнообразные схватки между гильдиями, постоянная борьба раз — все это не дает ни на секунду потерять интерес и создает в игре уникальную атмосферу. Забудьте о кинематографической графике, гигантских локациях и аркадной беспечности. Сейчас нас ждет по-настоящему серьезная игра. Space Empire 5 — это продолжение серии самых сложных для освоения стратегий в реальном времени. Такого количества настроек, такого гигантского научно-технологического древа и такого сюжета вы не встретите больше нигде. Разработчик игры — компания Melfeder Machinations. Релиз стратегии состоялся 11 октября 2006 года. Локализации в России игра пока так и не получила, а Келла обещает закончить в этом году. Хотя поклонники серии сами уже давно перевели пятый Space Empires, и при желании в сети можно легко найти этот русификатор. Всю серьезность этой игры можно прочувствовать. Даже не играя в нее, достаточно увидеть трехсотстраничный мануал. Одним словом, надо быть очень большим фанатом серии, чтобы заставить себя разобраться во всех настройках из сотнях таблиц. Системные требования для Space Empires 5 — это процессор с частотой 1 ГГц, 128 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет всего 500 МБ. Геймплей Space Empires больше всего напоминает изучение энциклопедии. Если вы не попадаете в экстаз от одного вида звездного неба и космических кораблей, то уже после туториала вы начнете зевать. Одним словом, игра не для всех, но для фанатов это шедевр. Четверка за геймплей. Графически игра выполнена добротно. Все выглядит очень мило и привлекательно. Но что касается интерфейса, то тут вопросов возникает очень много. Управлять своей империей по-настоящему неудобно. 4 балла за внешние данные. Традиционные для Space Empires треки электронной музыки создают отличную атмосферу. Советуем прослушивать их перед сном, действует безотказно. В остальном, никаких заслуг в музыкальном плане у Space Empires больше нет. Тройка за звук. В заключение, нельзя не отметить тот факт, что играть в непропатчную версию просто невозможно. Вылеты и критические лаги делают Space Empires совершенно неиграбельные. Но в большинстве случаев патчи устраняют все эти недостатки. Общая оценка игры 4 балла. Ну что тут можно сказать? Если обычную игру можно за пару вечеров, ну, в крайнем случае, неделю пройти вдоль и поперек, то в случае со Space Empires 5 этого времени вам едва хватит на то, чтобы более-менее разобраться с основными принципами. Зато потом, поверьте, ваше упорство будет вознаграждено. Чтобы хоть как-то в этом вам помочь, мы подготовили несколько полезных советов. Вопрос. Я уничтожаю планету за планеты, просто выжигаю лазером самолетов. Есть ли хоть какая-нибудь другая тактика? Отвечаем. Лучше захватывать планеты и порабощать обитателей, а фабрики и заводы сохранить для собственной империи. Кроме того, таким поведением вы здорово подорвете доверие к вам остальных империй. Вопрос. Какие компоненты должен иметь фрегат для создания минных полей? Отвечаем. Если вы создаете специальный минер, то полностью набивайте его установщиками мин. Так можно поставить много мин за один ход. В паре с ним пускайте транспорт, груженный запасными минами. Только надо следить, чтобы количество топлива у них было одинаковым. Вопрос. Что эффективнее, как с военной точки зрения, так и с экономической, для перекрытия точки перехода вражеских кораблей, минное поле или группа спутников? Отвечаем. С экономической мины дешевле и строятся быстрее и больше. С военной точки зрения эффективнее комбинация мины-спутники. У спутников на точке перехода чаще всего бывает один залп. Они позволяют добить поврежденные корабли или завалить самых опасных. Не прошли медкомиссию? Забыли адрес родного военкомата? Да еще и случайно обронили повестку, которую тут же подхватил ветер и утопил в ближайшем водохранилище? Не расстраивайтесь. Сегодня есть огромное количество компьютерных игр, с помощью которых можно отслужить срочную в армии. Например, Арм Тесалт. Июнь 2001 года. В магазинах Ураган с прилавках сметают игру Operation Flashpoint Cold War Crisis от чешской студии Bohemia Interactive. Operation Flashpoint — лучший в мире симулятор боевых действий. Главное качество этой игры, которая, собственно, и позволила дожить ей до наших дней, это удобный инструментарий для создания карт, новой техники, модов и полноценных кампаний. Armored Assault — это стопроцентное продолжение Operation Flashpoint. Вокруг до боли знакомый серо-зеленый ландшафт. Горы. Несколько небольших лесков, долины, по которой прилегает дорога, уютно выглядящий городок. Можно даже зажмуриться от удовольствия, а воспоминания все равно продолжат врываться в голову. Музыка, радиопереговоры, звуки техники и оружие — все это перекочевало Warmed Assault из оригинальной Operation Flashpoint. В продажу игра поступила 28 декабря 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти, а также 4 ГБ на жестком диске. Warmed Assault упор делается на масштабные боевые действия, в которых игроку отводится всего лишь роль винтика. Вас ждет масштабный мультиплеер с множеством возможностей и еще более богатый инструментарий для разработки дополнительных модов. За геймплей мы ставим 5 баллов, хотя эта игрушка будет посложнее Red Orchestra, Battlefield и других подобных игрушек. Очень интересное впечатление оставляет графика. С одной стороны, старый движок узнается моментально, с другой — разработчики уделили огромное внимание мелочам. Сильно возросла детализация, реалистичные тени, шейдерная вода, раскачивающиеся на метру деревья. Уровни стали больше, действия Army Assault, как и раньше, происходят на островах, которые теперь будут размером 100 квадратных километров. За гайфку ставим 4 балла. Есть за что кругать звуковое оформление. Команды озвучены некачественно, по словам, как при запросе баланса у оператора сотовой связи, а музыка стала более приятной и мелодичной. За озвучку ставим 4 балла. В итоге получился один из самых зрелищных и масштабных кооперейтив режимов за всю историю компьютерных игр. Army Assault, так же как и Operation Flashpoint, берет отнюдь не глянцевыми красотами, а отличной атмосферой и захватывающим геймплеем. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Army Assault получился именно такой игрой, которую ждали от Богемии Интерактив поклонники Operation Flashpoint. Изобретение велосипеда откладывается. Перед нами хороший тактический экшен в разы лучше, чем 5 лет назад. И сложности он преподносит не меньше. Именно о них мы сейчас и поговорим. Первый вопрос. Нужна мне помощь, но никак не могу пройти миссию, где надо взорвать бронетехнику. Вроде я взрываю все четыре танка, а толку от меня ноль или не от меня. Ну, помогите, пожалуйста. Отвечаем. Дело в том, что не все и не всегда уничтожается с первого раза. Возможно, ты просто зацепил гусеничные траки или снес кабину. Как вариант, может и само догореть. Следующий вопрос. Подскажите, есть ли режим игры от третьего лица? Ну, хочу понять. Отвечаем. Есть. Правда, этот режим не очень удобный. Следующий вопрос. Какая в Армитэс Сол система сохранений? Подскажите, в любое время можно ли засейвиться? А то в Operation Flashpoint было просто ужасно. Один сейв на всю миссию. Отвечаем. В этой игре можно сохраниться в любом месте. Кстати, есть люди, служившие в Чечне. И они очень уважают Operation Flashpoint. Стреляют только одиночными и никогда не сохраняются. Наверное, о чем-то это говорит. На сегодня это все. Задавайте мне ваши вопросы по прохождению на адрес faqsobakamustdvstv.ru Я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте mustv.ru Там вы можете задать еще больше вопросов. До скорого. Играйте, играйте, еще раз играйте. Но не заигрывайтесь. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok